Ну что, сегодня выбираем правильные трости. У нас есть эксперт сегодня, Евгений Корденков, он доктор, наш коллега. И я, Евгения, приглашаю к нам. И вносите нам трости в студию. Итак, первое, на что обратить внимание. Жень. Если мы выбираем трость не как аксессуар, а как ортопедическое изделие, в первую очередь нужно подобрать трость по росту. Правило. Правило. Рука. Мы стоим на ровной твёрдой поверхности. Рука должна быть анатомически согнута в локте на 15-20 градусов. И трость должна физиологично лечь в кисть. И человек не должен испытывать никакой нагрузки при этом. Вот смотрите, мне надо трость разложить, Дмитрий Николаевич. Так, вот так вот она раскладывается. Это телескопическая трость с изменяемой длиной. Раз. Телескопическая лучше всего. Дальше. Дальше мы подбираем трость по форме рукояти. Человеку, не страдающему заболеваниями суставов кисти и пальцев, достаточно подобрать так называемую Т-образную рукоятку или рукоятку фриц. Вот это фриц? Да. Видите, изгиб для нашей ладошки, чтобы вот так удобно взять. Человеку, страдающему заболеваниями кистей рук, лучше всего подобрать трость с рукояткой так называемой формы лебединой шеи. Вы поняли, как это называется? Объясните, почему? Лебединой. А у кого-то еще есть лебединая шея? Только у меня? Нет, вот, похоже, что у вас. Смотрите, на нее можно опереться двумя руками, одной рукой, и можно из одной руки в другую перекладывать. Это удобно для человека с какими-то проблемами в ходьбе, ослабленного человека и так далее. Дальше. В наших суровых условиях гораздо лучше использовать трость со встроенным устройством против скольжения. Но это для зимы, Герман Шайчук. Еще раз покажите. Это летний вариант. Это зимой, когда есть гололед и снег, есть трость такой шип-гвоздик. Вот он, гвоздик. И у Дмитрия Николаевича необычная трость с изогнутой палочкой. Что это такое? Это трость с измененным центром тяжести. С смещенным центром тяжести. С смещенным центром тяжести для людей, страдающих нарушениями координации движения. Что она дает? Почему? Она дает гораздо больше опоры в различных углах. Устойчивость больше. То есть вы как не поворачиваете ее, она устойчивая. Чего нет вот в этой трости, в простой. И у нас теперь пошли трости какие-то разные. Вот у Дмитрия Николаевича что за трость? Это трость так называемая многоопорная. В данном случае трехопорная. Бывают еще четырехопорные трости. Это трость трехопорная с пирамидальной опорой. Она применяется для пожилых, ослабленных, тяжело болеющих людей, либо для людей, страдающих, скажем так, проходящих реабилитацию после инсульта, страдающих нарушениями также координации движения. Кроме того, такие трости могут использоваться у детей, страдающих детским церебральным параличом. В таком случае используются сразу две трости на обе руки. То есть это просто суперустойчивые трости, которые сами стоят, и просто можно, опираясь на эту трость, довольно долго стоять и так далее. Есть еще вот такая трость. Это трость. Как ее разложить? Трость уже гаджет. То есть научная выдумка. Да. Шел-шел, сел и отдохнул. Так. Тоже для пожилых людей, когда мы место не уступаем, чтобы им было где сесть, хотя бы на свою трусточку усесться и отдохнуть. Тоже чудная трость. Есть еще одна трость, Андрей Петрович. Нет. Вот, вот, вот. Это трость для людей, скажем так, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В данном случае можно подать сигнал о том, что человек плохо себя чувствует. Понятно. Поэтому если услышите, подойдите, спросите, что случилось. Все? Или что-то еще у нас? Есть еще трости для путешественников, так называемые складные трости. Эту трость легко упаковать в багаж и перевозить с собой на длительные расстояния. Спасибо огромное вам. Садитесь, пожалуйста. Так что обратите внимание на ваших родителей и подумайте, какая трость им может пригодиться. Продолжение следует.